я тут подумала что мы как-то вот на канале ходарховского ведем наше шоу и ни разу еще до сих пор не сказали про него самого это тоже интересная история несколько как он сел в тюрьму что вообще это было как это получилось ну вот начнем в конце 80-х комсомольцам стало можно заниматься каким-то протобизнесом в советском союзе и среди таких вот начальников райкомов которые пошли в коммерцию был и михаил ходорковский первое впечатление он производил соответствующее комсомольское такое значит это был такой молодой парень в синих джинсах по-моему джинсовки то бы джинсовка того черная кожаная куртка тогда по-моему еще джинсовка вот с усами вот которые с моей точки зрения ему не очень шли вот но он их долго долго носил вот с пронзительным взглядом и сидящий во время разговора на столе таким михаил борисович впервые увидел его коллега и друг леонид незлин я таким его не видел естественно я видела только фотографии и я хочу сказать пусть меня там ругают штрафуют увольняют но эти усы это просто катастрофа то есть как вообще можно было в здравом уме это все отрастить ходить с этим и фотографироваться еще не об этом сегодня я полина немировская с короткими историями для тех кто давно забыл то что было совсем недавно февраль 2003 года появляется приспособление которое превратит жизнь всех современных людей в постоянную трансляцию это мобильное видео и фотокамеры я помню что у меня был старый сименс м55 первый мой мобильник и в него камера вставлялась в разъем для зарядки и это была отдельная камера которую нужно было отдельно покупать еще она шла в чехольчике теперь уже такое себе представить трудно ну а в америке в это время закончился сериал секс в большом городе и началось вторжение в ирак в россии происходили события которые многих повергнут в шок и даже те кто думают что знают об этом все сегодня будут я думаю удивлены у нас есть сведения от самого первого лица всем известно что владимир путин любит хоккей и играет в него по ночам в ночной хоккейной лиге но в этот раз путин вспомнил а хоккей не ночью а днем и не на льду а в кремле когда я вошел я ведь не знал что это будет сильно публично я вошел увидел когда стоят камеры я знал что общем разговор будет жестким вероятно и я спросил у волошина я говорю может быть мне не под камерой выступать может быть там мой вопрос не первым ставить я пойду спрошу подошел к путину спросил у него путин сказал пускай все будет под камеры ну под камеры под камеры была раньше такая традиция что олигархи большие маленькие бизнесмены разного калибра в общем все кто входили в российский союз промышленников и предпринимателей встречались с президентом говорили о наболевшем в тот раз о коррупции мало кто знает что на самом деле вместо ходорковского должен был выступать александр мамут бизнесмен не из первого ряда но зато сумевший сохранить за все эти годы все эти позиции случилась неожиданная замена вместо него вышел ходорковский ну изначально планировалось что будет выступать александр вот но потом александр я не помню по какой причине что он сказал что с ним случилось почему он сказал что я не смогу выступить с этим и ну надо понимать что тот человек в рспп который отвечал за международной коммуникации тот человек в рспп которого воспринимали как руководителя лидирующий в сфере прозрачности компании это был я и поэтому совершенно естественным в этом плане было что если мы не можем презентовать нового спикера маму то хотели презентовать именно как нового спикера рспп раз мы не можем презентовать нового спикера то должен выступать тот за кем эта тема закреплена и кто в принципе заинтересован в том чтобы идея свертывания вот этой вот коррупционной коррупционного беспредела была наконец позитивно разрешена масштабы коррупции в россии оцениваемые экспертами четырех организаций приблизительно одинаковые в районе 30 миллиардов оценивается долларов это 10-12 процентов ввп а кто знал как сложилась бы жизнь дальше сидели бы мы сейчас с вами на канале маму то даже те кто видел тогда прямую трансляцию этого выступления ходорковского не поняли что в его словах так сильно задело владимира путина сказали же говори что хочешь оказалось что не все что хочешь и насчет телекамер ходорковский тоже спрашивал не зря я думаю что он конечно не до конца понимал что будет потому что по всей видимости не волошин не дмитрий медведев который обсуждали с нами но я имею эту с бюро и распп тему разговора ему в подробностях не передали о чем будет идти разговор ну а коррупция коррупции а то что я скажу во первых результаты опросов показывают что 25 процентов населения считают что коррумпированы не просто часть чиновничества а все чиновничество включая вас владимир владимирович чего нет к слову в этой записи это вырезали сразу и то что в качестве примера я приведу именно северную нефть который так получилось что вот эти вот 400 миллионов из бюджета оказалось вынули как потом рассказал михаил михалович касьянов сведома владимира путина и они должны были пойти на некие его цели вот это и медведев и волошин знали но по всей видимости они знали что я об этом будут буду говорить но они видимо не знали как и я не знал что путь путин замешан в этом непосредственно и такие подробности они ему по всей видимости не рассказывали и вот тут-то михаил ходорковский получил от владимира путина черную меску то есть скорее сказать черную шайбу а некоторые другие нефтяные компании например компания юкус имеет сверх запасы как она их получила это вот вопрос в плане обсуждаемый сегодня на нами темы в том числе и значит и такие вопросы как уплата или не уплата налогов мы с вами обсуждали в свое время да значит совсем недавно что и ваша компания допустим у нее были проблемы с уплатой налогов но надо отдать должное руководству компании юка стак она договорилась с налоговой службе приняла все претензии и закрыла все проблемы закрывает все проблемы с государством но как-то эти проблемы возникли может быть именно поэтому в налоговой академии 45 человек идут вот поэтому я возвращаю вам вашу шайбу в этот момент страна не очень то поняла что произошло но мне всегда было интересно узнать что чувствовал в этот момент ходорковский мы-то теперь уже знаем что это был конец а он в 2003 году мы имели совершенно иное представление о путине и сам путин был совершенно другим и первая мысль которая была после вот этого ответа эта мысль о том что мы этот этот тайм проиграли то есть видимо сечин проложился и ну что ж проиграли проиграли надо продолжать бой видимо на каких-то других площадках на других примерах мысли тогда что это приведет не только аресту моих сотрудников моих друзей моему собственному аресту что это приведет к разгрому компании юкос это в голову никому не могло прийти в общем то получается действительно конфликт но никто включая самого ходорковского не знал что закончится все очень быстро 25 октября 2003 года глава юкоса михаил ходорковский был арестован с ходорковским конечно поступили жестоко я недавно перечитывал свою стену в контакте и обнаружила что в 13 лет свой день рождения я поставила пост о том чтобы их скорее бы выпустили ходорковского сам ходорковский считает что все могло бы закончиться гораздо хуже но от этого становится еще страшнее это не жестокость он же самого начала сказал восемь лет похлебает валанду это вот мне в конце 2003 года сказали в узком кругу значит мне это сказали в 2003 году в конце я уже знал какой будет приговор для него это не жестокость вот если бы он дал команду меня убить или посадить до конца жизни или неким образом пытать или что-либо сделать с моей семьей вот это бы была жестокость а так что ну посадил посадил для бандита и для спецслужбистов они абсолютно одинаковые в этом отношении это не жестокость это норма если вы видите то что сейчас происходит во взаимоотношениях между ними самими какая-то жестокость тюрьма это так с посадили на скамейку запасных вообще-то это был первый и единственный раз когда крупный бизнесмен публично спорил с владимиром путином но владимир путин наглядно показал что делать этого не стоит и навсегда отбил охоту у других людей следовать примеру ходорковского после этого началась титаническая работа по выращиванию путинского большинства которое к 2014 году закончилась полным триумфом глубокому сожалению этого не было невозможно избежать даже если бы это было бы не дело юкоса просто потому что до власти дорвались те люди для которых демократия являлась чем-то враждебным и является чем-то враждебным до власти дорвались люди которые не воспринимают демократические институты и свободу как некую ценность многие сегодня уже и не вспомнят что началось все с той самой шайбы который путин бросил ходорковскому и хоккей тут совсем ни при чем а вот символ в истории дело не последнее пишите нам в комментарии кому следующим стоит бросить шайбу путину мы обязательно снимем про них ролик ставьте класс если вам понравилось 10 лет тюрьме